МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Светлое Христово Воскресенье. Католические верующие сегодня празднуют Пасху. Одно из ключевых общественно-политических событий года. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием народу и парламенту. Навести порядок на родной земле и отвлечься от повседневной рутины. Сотни тысяч жителей региона приняли участие в республиканском субботнике. Сто лет на защите правопорядка и законности. Милиция региона отметила вековой юбилей. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Сегодня католики отмечают Пасху. В основе праздника – евангельское повествование о чудесном воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте. Торжественные богослужения начались ночью и сегодня продолжились во всех костелах Гомельской области. В этот день служба по-особенному торжественная. Прихожане приходят в храм целыми семьями. По традиции куличи и яйца освещали накануне. Но те, кто не успел, смогли сделать это в воскресенье. Символы пасхального торжества у католиков – обновление свет и жизнь. Обновление символизирует ключевая вода, свет – огонь свечей, а жизнь – традиционные куличи, творожные пасхи и яйца. Хочется делиться этой радостью прежде всего и делиться этой вестью о том, что Христос воскрес, победил смерть, победил сатану, победил грех, победил то, что не дает нам жить, все страдания. Поэтому, конечно же, прежде всего хочу просто поделиться этой благой вестью. Для человека это очень важно знать, что я не остаюсь в этом грехе, что для меня есть милосердие, прощение, что меня любит Господь Бог. Поэтому эти слова хочу сегодня, чтобы слышали все, особенно там, где есть эти страдания, особенно там, где эти люди ждут таких слов. Это больницы, это, может быть, места лишения свободы. Везде, где есть страдания, где есть боль, чтобы эти слова были поддержкой для тех, кто такие переживания испытывает. Завтра для католиков начинается октава Пасхи, а потом 40 дней до Вознесения Господня. Как правило, католическая и православная церковь отмечает этот важнейший для христианского мира праздник в разное время. Связано это с 13-дневной разницей в календарях. Католики живут по Григорианскому, а православные по Юлианскому. Сегодня, в день празднования католической Пасхи, православные верующие отмечают вербное воскресенье, которое начинает Страстную неделю. Светлый праздник Пасхи они встретят в следующее воскресенье, 28 апреля. 19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к Белорусскому народу и Национальному собранию. На мероприятие, которое традиционно прошло в овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средства массовой информации. Состоялся откровенный диалог о текущем положении дел и перспективах страны. При этом содержание послания в этом году определялось, в том числе исходя из анализа обращений, поступивших накануне большого разговора с президентом. Ежегодное послание президента Белорусскому народу и Национальному собранию жители Гомельской области слушали в прямом теле- и радиоэфире. В открытом акционерном обществе Гомсельмаш, не занятых на производстве работников, пригласили в актовый зал. Руководители предприятия, инженеры, рабочие, равнодушных нет, тем более, что глава государства говорит о самом актуальном, включая необходимость сохранения и поддержки крупных промышленных предприятий. Для Гомсельмаша это особенно важно. Глава государства неоднократно это отмечал, что, безусловно, должны присутствовать принципы равной конкуренции без каких-либо искусственных барьеров и преград. Вот этот момент очень важен для нашего предприятия, исходя из тех соображений, что порядка 90% нашей продукции – это экспорт. Поэтому эти моменты, они определяющие. Это благосостояние наших работников, это благосостояние жителей нашего города и нашей страны в целом. Избранный курс на построение IT-страны в Беларуси остается неизменным. Главное – не сбавлять набранных темпов роста и не отстать от насущих потребностей экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко также говорит в послании белорусскому народу и национальному собранию. Для открытого акционерного общества Гомсельмаш IT-технологии – это основа дальнейшего развития, иначе жесткую конкуренцию просто не выдержать. На предприятиях сейчас у нас внедряются все новые и новые технологии, и не за горами тот момент, когда будут у нас многие специальности с приставкой IT. Вот поэтому я думаю, что для наших учебных заведений сейчас очень важно подготавливать специалистов в сфере высоких технологий, потому что за молодежью у нас будущее. О необходимости подготовки специалистов IT-сферы в этот день говорят и в Гомерском государственном университете имени Франциска Скорины. Сегодня его выпускники работают во всех крупных IT-компаниях страны. Сейчас вот как раз студенты будут изучать технологию блокчейн. После речи президента можно сказать, что действительно цифровая экономика в Беларуси будет построена. Для этого есть предпосылки. Сегодня в Гомерском государственном университете имени Франциска Скорины обучаются около 9 тысяч студентов. Работают почти 600 преподавателей, в том числе 33 профессора и 45 докторов наук. Для того, чтобы трансляцию послания посмотрело как можно большее число человек, она проходит одновременно в нескольких аудиториях. Президент обратил внимание на суверенный статус Беларуси, о необходимости сохранения нашего суверенного статуса, о нашей многовекторной политике и наших внешнеполитических приоритетах, которые неизменно всегда остаются для Республики Беларусь. Это наше интеграционное образование, союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание проблеме трудоустройства, в том числе и людей с ограниченными возможностями. В Беларуси существует несколько соответствующих программ, но сегодня необходимо искать новые подходы. Важны желания самих руководителей заниматься этим. Слова президента об этой проблеме внимательно слушают в областном общественном объединении инвалидов-спинальников. Здесь хорошо знают о реальной ситуации. Говорят, что трудоустройство – это высшая ступень социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Но речь должна идти о комплексном подходе. Создать условия безбарьерной среды на том предприятии, на котором он будет работать. Потому что иногда директору проще отказать, чем перестроить ползавода инфраструктуру. Для того, чтобы этот человек там находился и находился в комфортных условиях. Поэтому это большая задача, которую нужно решать. Сохранить суверенитет, мир, спокойную, созидательную жизнь на своей земле – наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство, отметил глава государства. Вместе граждане создают современную историю белорусского народа. И в год 25-летия Конституции могут с уверенностью констатировать – Беларусь, как независимое государство, состоялась. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой, а то и частенько навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкции, испытания мировыми кризисами, мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну – мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь – страну для жизни человека. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Морищенко. Новости недели. Возложение цветов к мемориалу, военно-историческая реконструкция, торжественное собрание и праздничный концерт. В Гумеле отметили столетний юбилей милиции региона. Подробно об этом, а также о других важных событиях этой недели, далее в обзоре от службы информации. Торжества в честь столетия образования Управления внутренних дел Гомельского облсполкома продолжались два дня. 17 апреля в УВД открылся обновленный историко-демонстрационный зал. В нем разместили тысячи экспонатов, отражающих путь развития службы. Фотографии, форма, документы и артефакты. Буквально через час после открытия экспозиции торжества продолжились в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Здесь начальник Управления внутренних дел Александр Васильев вручил награды лучшим сотрудникам службы. За высокие достижения в оперативно-служебной деятельности награды получили 50 человек. Торжественная программа следующего дня открылась церемонией возложения цветов к мемориальному знаку милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Расположен рядом с Управлением внутренних дел памятник, символ верности сотрудников внутренних дел своему народу. Продолжились мероприятия на привокзальной площади. Здесь военно-историческое клубное объединение «Честь мундира» представило реконструкцию под названием «Дело Банда Гавриленко». Группировка действовала в Кармянском, Будокошелевском и Журавичском районах в конце 40-х годов прошлого века. В результате слаженной работы сотрудников милиции преступное формирование обезвредили, а 15 ее участников осудили. И последний аккорд мероприятий – торжественное собрание и праздничный театрализованный концерт. 19 апреля в общественно-культурном центре презентовали книгу, посвященную столетию Управления комитета Государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области. Издание «Отечеству служим» наполнено фактами, многие из которых малоизвестны. Это новый взгляд на ряд событий, имевших место в истории нашего региона. Книгу выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Во время празднования юбилея ее представили ветеранам службы. Все, кого интересует история создания службы и ее самые интересные и важные страницы, смогут ознакомиться с содержанием издания в областной универсальной библиотеке имени Ленина. Над созданием книги работали работники КГБ и сотрудники Музея военной славы. Завершились торжества с собранием с участием представителей городской и областной власти и праздничной театрализованной концертной программой. Останки военнослужащих Красной Армии и мирных жителей жертв войны перезахоронили в деревне Калинина и агрогородке Красное Гомельского района. В сентябре-октябре прошлого года в лесном массиве в четырех километрах южнее Калинина были обнаружены костные останки 41 военнослужащего Красной Армии, которые погибли в 1943 году. 19 апреля их перезахоронили в братской могиле в Калинина, а на следующий день в Красном погребены останки 28 военнослужащих и более 100 мирных жителей, погибших в 1941 году. Вместе с останками обнаружили более 800 сопутствующих предметов, в основном личные вещи. Парк семейных деревьев появился в районе озера Бурое болото в Гомеле. С этой инициативой выступил Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Концепцию зеленой зоны разработали в Белорусском государственном университете транспорта. По задумке здесь будут высаживать аллеи, посвященные различным семейным торжествам, рождению ребенка, свадьбам и юбилеям. Основу будущего парка составили 20 кленов, которые высадили 19 апреля. Кстати, посадить свое дерево в семейном парке довольно просто. Для этого необходимо обратиться в Белорусский Республиканский Союз Молодежи. В Гомельской области усиливается контроль за эксплуатацией газового оборудования. Эта работа проводится в рамках республиканского комплексного плана мероприятий. Главная задача – создать более безопасные условия для жителей региона. Правда, сами они к приходу представителей жилищно-коммунального и газового хозяйств иногда относятся не очень положительно. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Усиление мер вызвано увеличением количества случаев отравления. Так, в результате подобной трагедии в Борисове погибли сразу 5 человек. Причиной стала неправильная эксплуатация газового оборудования и неисправность дымовых каналов. Причем эта проблема сегодня актуальна для всех городов Беларуси. Особенно значительной ее можно считать там, где кроме газовых плит есть еще и другие газовые приборы. В Гомеле те же водонагреватели. Сегодня эксплуатируются почти в 8 тысячах квартир. Согласно действующим правилам, дымовые и вентиляционные каналы в таких домах должны проверяться работниками домоуправления раз в квартал. Но на практике этот график зачастую не выдерживается. Жители просто не открывают специалистам двери. То ли птица случайно попала, то ли еще какой-то завал канала или засорение случайно может быть при ремонте, при каких-то ремонтных работах на кровлях и так далее. Поэтому определяется и потом уже эти места определяются визуально. И рассматривается вопрос о ремонте и прочистке этого вентиляционного канала или же устранении какого-то засора. Еще одна проблема – правильность эксплуатации газового оборудования. Люди пренебрегают элементарными правилами безопасности. Дело доходит до того, что в некоторых квартирах угарный газ принудительно подается невентиляционный канал, а в жилое помещение. Особенно часто такая ситуация возникает, когда рядом с тем же водонагревателем с открытой камерой сгорания устанавливается мощная газовая вытяжка. Что происходит? Происходит такая история, как обракидывание тяги. То есть работает проточный водонагреватель, включается вытяжка, что-то там парят на газовых плитах. И угарный газ, который должен выходить под естественной тягой в атмосферу через систему дымоудаления, он идет в квартиру. И в результате получается, что люди могут отравиться угарным газом. Отступать от требований нормативов ни коммунальщики, ни газовики не намерены. Весьма вероятно, что им необходимо проводить более активную разъяснительную работу и чаще встречаться с населением. Однако очевидно и то, что их настойчивость начинает давать положительные результаты. Правда, в разных районах Гомеля ситуация пока отличается достаточно значительно. Если в Советском районе акты пригодности получены более чем на 99% дымовых и вентиляционных каналов, то в Центральном на 51%, а в Новобелецком вообще на 44%. Чтобы исключить нанесение ущерба здоровью в жизни наших граждан, газоснабжающая организация вынуждена прибегать к непопулярным меркам. То есть в случае отсутствия доступа, в случае несвоевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, газоснабжающая организация и невозможности отключить данное газоиспользующее оборудование, газоснабжающая организация прибегает к отключению подъездов и даже в целом жилых домов. Олег Сенчуров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Напомним, в Беларуси 2019-й, как и предыдущий год, проходит под знаком Года Малой Родины. Для страны в целом это хорошая возможность усилить социально-экономическое развитие регионов и в первую очередь малых населенных пунктов. Для каждого из нас как минимум шанс в очередной раз вспомнить о милом сердцу уголке. О Годе Малой Родины на Гомельщине и стратегии по благоустройству региона большое воскресное интервью с управляющей делами облсполкома Еленой Кличковской. Эти три года в Беларуси проходят под эгидой Малой Родины. Елена Владимировна, насколько плодотворным в этом плане оказался 2018-й, что ждет нас в 2019-м? Совершенно верно. 2018-й оказался очень плодотворным, но он явился продолжением той комплексной работы, которую Гомельская область проводит. И хочу похвалиться о том, что в 2018-м сделан город Брагин, приведен в современный вид. Житковичи, Туров, введено очень много новых объектов. И, видимо, самые значимые – это больница в городе Гомеле на улице Жарковского, это мост через реку Припять в Житковичском районе, это бассейн в городе Ветка и много-много других объектов, которые уже сегодня становятся визитной карточкой Гомельщины. Вообще, особенно гости и местные жители часто отмечают вот этот хозяйский подход, который чувствуется и в крупных населенных пунктах, и даже в небольших деревушках. Возможно, потому Гомельщина признанный лидер по благоустройству в стране. Хочу сказать, что это благодаря тому, что 8 лет назад была определена концепция развития нашей Гомельщины. Мы каждый год целенаправленно все денежные средства направляем на ремонт двух районных центров. И постепенно с этим идем. Сегодня уже 12 районных центров имеют современные виды. Это Лоя, Ветка, Житковичи, Брагин, Ельск, Чечерск, Будокошелёво. И сам город Гомель, вы видите, он каждый год приобретает и набирает обороты. Сегодня это уже другой современный город, который был когда-то. В планах на 2019-е Петриков и Мозырь? Совершенно верно. Мы продолжаем эту работу. И в 2019 году по поручению президента Республики Беларусь Александра Григорьевича будет приведен в такое же соответствие город Петриков. И мы начинаем благоустраивать город Мозырь. Но в связи с тем, что большие города требуют больших финансовых затрат, эта работа будет проводиться комплексно и в течение нескольких лет. Но по выходу мы хотим, чтобы Мозырь, который интересен своей архитектурной формой, который знаменит своими оврагами и который в Беларуси считается маленькой Швейцарией, будет по-настоящему Швейцарией. А теперь информация для скептиков. Всё-таки речь идёт не только о благоустройстве центральных улиц и площадей. Совершенно верно. Когда приходим в город, мы делаем комплекс на всю работу. Начиная с водопроводов, канализаций, различных сетей, электрических, газовых, улиц не только центральных, но и прилегающих к центральным, площадей. Захватывается весь объём жилищного строительства. И при том вся социальная сфера, которая там находится, все больницы, все школы, все детские сады, дома культуры, кинотеатры, вот это всегда 100% идёт и приобретает новый вид. Государство вкладывало и вкладывает огромные суммы, да и силы в сферу благоустройства. И всё-таки, а что с каждого из нас? Это, наверное, будет самый яркий пример. Посмотрите, ведь мы в прошлом году сделали более 280 дворовых территорий в целом по Гомельской области. Город Гомель для себя взял, допустим, такой, так скажем, финиш, каждый год делать каждой администрации не менее 20 дворовых территорий. Но их могло бы быть больше, если бы население ещё более активно подключилось. Сегодня наша задача привлечь к обустройству дворовых территорий не только бюджет, но и деньги тех людей, которые там находятся. Поверьте, что если человек вкладывает свою копеечку в каждый элемент двора, он тогда более бережно к нему относится. Точно так же, если папа с сыном посадил дерево, то, поверьте, этот сын его никогда уже не сломает и не выкопает, а будет вместе с папой поливать, и оно украсит наш двор. Пока у нас будет иждивенческое вот такое потребление тех благ, которые им дают, поверьте, очень сложно это сохранить. Мы начали с вами разговор о том, что 2018, 2019 и 2020 объявлены президентом годом Малой Родины. Скажите, а вот вам лично удалось побывать на Малой Родине? Как часто там бываете? Какой она для вас является сегодня? Я сельский житель, моя малая родина – это Гомельщина, но если говорить о самой маленькой родине, это, конечно, Калинковичский район, деревня Дудичи. И хочу сказать, что всегда приезжая к маме, свой дом мы стараемся его обустроить. В прошлом году там поставили новый забор, калиточку, вороты. Всегда высаживаем с мамой цветы вокруг дома. И, конечно, в силу своей занятости я очень мало этому уделяю время и себя за это постоянно корю. Но когда приезжаю туда и вижу элементы благоустройства, которые местное население вместе с председателем сельского совета делают, там какая-то чашечка маленькая форма появилась на повороте ко мне на улицу, какой-то велосипед интересный с корзинкой для цветов, другая малая форма. Это настолько украшает и настолько, я думаю, что тает сердце у любого приезжающего в этот населённый пункт. Это вот какую-то преподносит душевность каждому человеку. Поэтому всегда с любовью, всегда с радостью. Это вот то, что, понимаете, нельзя не любить, каким бы оно ни было. Действительно, год малой Родины. Хорошая возможность для каждого из нас вспомнить и побывать в дорогих сердцевых уголках. Елена Владимировна, спасибо за интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо вам большое. Ухаживать за городами и посёлками, как за родным домом. Сотни тысяч жителей области приняли участие в республиканском субботнике. В этот день в свои родные края приехали те, кто по долгу службы покинул города и деревни, где прошли детство и юность. О желании присоединиться к общему делу заявили трудовые коллективы общественной организации «Молодёжь». Все подробности у Марина Джалой. Главная задача субботника любого уровня – районного, областного или республиканского – наведение порядка на земле. В Хойниках своеобразным центром проведения субботника стал городской парк. Он был заложен ещё в конце XIX века. В 2010-м во время подготовки к Дню белорусской письменности аварийные деревья спилили. Но некоторое более чем столетнее насаждение здесь можно увидеть и сейчас. Заместитель главы администрации президента Владимир Живняк на свою малую родину приехал вместе с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко и заместителем председателя Гомельского облсполкома Владимиром Приваловым. На своей малой родине он бывает достаточно часто и всегда с удовольствием принимает участие в проводимых здесь мероприятиях, в том числе в субботниках. С трепетом и радостью я еду на малую родину, скажу вам честно. В этом году мне так посчастливилось, что уже третий раз я приезжаю на малую родину. Второй субботник. И я скажу, что это очень здорово. Во-первых, понимая о том, что здесь родился и вырос. Множество трудовых десантов занимались сегодня благоустройством Гомеля. Один из них работал на озерах по улице Петрусябровки. В его составе представители областной и городской власти, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Вместе они высадили саженцы и вывокруг одного из озер. А потом украсили молодыми елями новое место отдыха для жителей и гостей города – парк семейных деревьев. Слаженной работе способствовала хорошая погода. Город Гомель – любимый город, родина, малая родина. Сегодня все члены правительства выше руководства страны разъехались по своим уголкам, где они родились, для того, чтобы внести свой вклад в развитие нашей страны, в благоустроенность, в повышение уровня благоустроенности. И самое главное – это сегодня озеленение. И вот если вы видите, мы в этом прекрасном месте, в семейном парке, где гомельчане приложили свою руку, в том числе с руководством города, с руководством области, внесли свою лепту. Я всегда с большим удовольствием в этот день прихожу, вот, своими сотрудниками сажу деревья. Не потому, что это вот, ну так, положено. На самом деле это очень увлекательно. И главное – это очень полезно и красиво. Поэтому то, что мы, вот этот почин, который есть у нас уже, ну, еще и наши родители это все начинание затевали. И оно сегодня продолжается, и активно участвует в этом горожане. Ну, на мой взгляд, это и здорово, и очень дорогого стоит. Потому что посмотрите, сколько людей сегодня вышло. Я очень благодарен им. Последние штрихи к природной красоте добавили в Гомельском парке. На всей его территории работало около 40 команд. В этом году музей Дворцово-Паркового ансамбля отпразднует 100-летний юбилей. Поэтому каждый старался привнести немного своей заботы, чтобы любимый угол Гомельщины, его туристический бриллиант, засиял еще ярче. Убрать клумбы, на которых вот-вот расцветут тюльпаны, взялись депутаты. Что касается парка, то сегодня здесь более 200 человек работает на всех территориях. Каждый носит свою лепту именно в жепчужину нашего города, визитную карточку нашего города. Все люди, которые здесь когда-то побывали, всегда хотят сюда вернуться. В Гомельской области в Республиканском субботнике приняло участие около 435 тысяч человек. По предварительной информации, фонд субботника будет перечислен 1,310,000 рублей. Эти средства будут направлены на проведение работ по сохранению историко-культурных ценностей, приведение в порядок летних оздоровительных лагерей и благоустройство населенных пунктов. Марина Джала, Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Евгений Макенко. Новости недели. 14 апреля в Минске завершилась Белорусская неделя моды. Международный форум проходил 18-й раз. Свои коллекции показали более 10 ведущих модных брендов Беларуси и более 15 марок детской одежды. Следом за столицей модную эстафету принял и наш областной центр. Правда, уместить все показы организаторы постарались в один день. О том, как проходило модное шоу в Гомеле, а также о других событиях культурной жизни, расскажет Анна Корольчук. Самым ярким и дерзким культурным событием этой недели стало Гомель фэшн-шоу. Первый фестиваль моды и стиля собрал здесь дизайнеров, стилистов, фотографов и, конечно, блогеров. Мы не могли пропустить такое действие. Идемте посмотрим, что на подиуме. Дизайнеры представили коллекции «Весна-лето 2019». Модели дефилировали в одежде класса претапорте, вечерних платьях и демонстрировали детскую моду. Гости знакомились как с новинками известных белорусских, российских и турецких производителей, так и работами молодых дизайнеров. Изюминкой фестиваля стал выход так называемых нестандартных моделей. Женщин, которые не вписываются в подиумные параметры роста, веса или возраста. По словам организаторов, показы посетило более тысячи гостей. На гастроли в Гомель приезжал Гродненский областной драматический театр. Гостей принимали в стенах городского молодежного театра. Заслуженный коллектив Республики Беларусь показал четыре постановки. Детский спектакль «Слоненок и луна», трагикомедию «Очень простая история», антиутопию «451 по Фаренгейту» и свою последнюю премьеру – комедию «Секс, любовь и налоги». Кстати, гомельский коллектив поедет в Гродно с ответным визитом. Обменные гастроли запланированы на сентябрь. Какой праздник без цыган! Их самобытный фольклор на протяжении многих веков приносит радость людям. На фестивале, посвященном культуре Рома, в Городском центре культуры можно было познакомиться с предметами цыганского быта – костюмами, платками, вышитыми иконами и лошадиной сбруей. А в зале гостей ждали цыганские песни, романсы и зажигательные танцы в исполнении ансамбля «Бахтин». Краса России. В картиной галереи Гаврила Ващенко представлены работы студентов Высшей школы народных искусств. Учебное заведение готовит мастеров по 17 профилям, среди которых резьба по дереву, вышивка и роспись по ткани, иконопись, ювелирное искусство, лаковая миниатюра. Дипломные работы учащихся сделаны вручную в единственном экземпляре. А в областном центре народного творчества открылась выставка икон Дмитрия Салмыгина «Светлый образ». Работы стилизованы под старину и словно излучают свет, а лиги святых кажутся живыми. Дмитрий родом из Смоленска и имеет профессиональное художественное образование. К иконописи обратился в 1995 году, позже познакомился с традицией ветковских мастеров. Кроме реставрации и написания икон, он также оформляет церкви и храмы. Далее анонс культурных событий следующей недели. Братья Георгий и Дмитрий Колдуны выступят в общественно-культурном центре. Концерт пройдет при сопровождении симфонического оркестра Гомеля. Оба исполнителя хорошо нам известны. Дмитрий успешно представил «Беларусь» на Евровидении, а Георгий неоднократно становился лауреатом премии «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий». В Гомель приезжают любимцы и герои всех белорусов группа «Нави Бэнд». Их концертный тур по Беларуси посвящен безвозмездному и добровольному донорству крови. Ребята призывают всех неравнодушных белорусов также присоединиться к этому движению. На этом пока все. С культурными событиями этой недели вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.